Друзья, всем привет! Записываю второй раз видео повторное. Я уже не вспомню, что я на первом наговорила. Постараюсь опять сейчас заново просто собрать мысли в кучку. Устала, столько всего происходит. Просто не успеваю спать, есть ни минутки покоя. В общем, вопрос такой. Сейчас скажу. От Ульяны. Очень длинный. Муж долго тихо выпивал после банкротства. Он спокойный, не работал уже 7 лет. Тратил подушку безопасности. Я зарабатываю творчеством. То пусто, то густо. Несамостоятельно совсем в 47 лет. Ну, да, бывает часто. Мне не нравилось всё, что он ничего не хочет. Нет любви, нет внимания. Вместе никуда мы не ходим. Ну, понятно, в такой депрессии находиться, куда ему вообще захочется идти. И у него внимания к себе нет. Ну, к другим, тем более, он не может поделиться вниманием к другим, когда к себе даже его нет. И про любовь тут тоже не пахнет, понятно. Любовь к себе и внимание к себе очень связаны. И как этим делиться, да, тем, что ты не имеешь. Вот, здесь всё понятно. Я ничего сама не хотела менять, пишет Ульяна дальше. Летом сказала себе, всё, хватит. Спустя 7 лет, да, смотрим. Я уехала с сыном в отпуск, первый раз за 15 лет. Когда приехали, у мужа вылез асцит. Это вода в животе. Пить бросил и стал самолечиться. В больницу категорически не хотел. Я занималась своей жизнью, но готовила ему. И это меня раздражало, что болезнь по его же вине из-за алка, да. Ну, а я тут вечно прислуживаю. На днях его увезли в больницу на скорой. Крайняя интоксикация организма на фоне цирроза печени. Вот тут я и поняла уже чётко. Моя желчь, злость в его адрес и бессилие. Всё увидела через его здоровье, вернее, нездоровье. Поняла, что он не мешает мне жить. Я сама ленюсь. Не иду в перемены. Страхов у меня много. Раньше у меня была отговорка, что у меня нет времени, у меня больной муж, депрессионный. Я несчастна, потому что муж у меня несчастный и не даёт мне внимания. То есть вы даже уже сами в вопросе здесь понимаете. Вопрос. Твой взгляд на эту ситуацию. Что мне всё это показывает? Как жить, не убивая мужа, через его болезнь? Как через себя его исцелить? Ну и как вообще жить дальше? И добавлю. У мужа бессилие и лежит постоянно на фоне отравления токсинами печени. Здесь, Ульяна, вы уже для себя все ответы знаете, конечно же. Ну давайте по полочкам разложим ещё раз. Я ещё выписала сейчас психосоматику, что мне новому пришло по поводу печени и алкоголизма. Вот. И сейчас мы... Сейчас я рассмотрю, буду читать. Потому что у меня такой поток шёл. Прям до невозможности. Я записала видео. Я его вчера с 18 часов вечера до 3 часов ночи грузила. Ели... Ну это было вообще что-то с чем-то. Нужно было 150 раз с компа на YouTube, с YouTube опять на комп с компа на телефон перебрасывать тысячу раз. Это первое было видео, второе видео до сих пор не загрузилось со вчерашнего дня. 17% и всё. И ошибку выдаёт. И сегодня же мне Ульяна написала, что у меня тоже самое, короче... Так, где её ответ тут был? Она мне в другом чате написала, что у неё вообще комп завис, выключался, сломался тоже на 15% загрузки какой-то. То есть мы друг друга зеркалим. То есть я не могу загрузить видео, а она... Чтобы вообще жёстко тупим. Мы вообще жёстко уже поломались просто. Зависаем на какой-то ситуации, да. Никак не можем её разрешить. Уже даже техника и у меня, и у Ульяны, блин. Друг дружки. У меня, да, тоже были вопросы по поводу дальнейших своих шагов жизненных, переезда, новой карьеры, новой работы, блин. Всё перемешалось. Я тоже туплю жутко. И у меня прям весь мир мне это всё показывает. Так, ну давайте с печени начнём. Итак, что нам говорит печень, да? Печень — это значит, что внутри присутствует злоба. Злоба на себя. Что не вышло, что не получилось, что не смог. Отсюда страхи, сопротивление вообще переменам. Потому что был в жизни какой-то... Это я сейчас просто общую психосоматику не связываю, да, с вашим вопросом, о чём она говорит. Что был какой-то опыт плачевный, да, который разрушил иллюзии, который разрушил цели, который разрушил планы. Очень такой человек, который вот страдает с печенью, он такой перфекционист. Считает, что он там главный, всё знает, что у него, у этого человека всё схвачено. И потом, когда его жизнь бьёт по голове, он очень сильно разочаровывается. И судя по вашему вопросу, ну, что оно так и есть, вот печень по психосоматике именно так. И когда мы зацикливаемся на старом, она начинает просто помирать, эта печень. Когда мы всё время думаем о прошлом опыте, когда у нас мысли всегда на том, чего нет. Когда мы останавливаемся, да, бездействуем, ничего не делаем. Но не потому, что мы не знаем там, что делать, как делать или там лениво, вообще не такие причины. А потому, что мы живём старым опытом. Нам хочется постоянно проигрывать ситуации прошлого, зацикливаться на них. И вот прям всё время крутим их. А вот как бы я там поступила, как бы я сделала, зачем я тогда вообще пошёл, да вообще не надо было мне туда влезать, не нужно было этим заниматься, и вообще надо было чуть ли не там в другой семье родиться. И вообще, почему я тут такой бедный несчастный. Постоянное зацикливание на старых опытах. Причём это методически постоянно происходит на любой ситуации. Вот что бы ни было бы сделано, да, всё время чувства вины. Всё время вот не так всё делаю. Вот не зря я вообще так живу. Вот нафига я это делаю. И всё равно иду и делаю. Человек очень сильно боится менять свою жизнь. Человеку очень страшно, страшно вообще какая-то любая новизна, что его там сдвинут с дивана, что его куда-то там пнут что-то делать. Нет, он настолько погружён в своём горе, что ему абсолютно не хочется кроме этого там лелеять. Либо собирает постоянно разные опыты, разные ошибки, и постоянно их тоже держит в голове. Это может быть не обязательно какой-то один единственный случай, из-за которого началось это всё. Ну, в вашем конкретном случае, но вот так вот прям напрямую печень об этом говорит. Это может быть для других людей, да, ответ. Нет, у кого не такая ситуация, одна проблема с печенью, постоянно методично, технично, вот просто каждый шажочек свой анализируете и всё время обвиняете, критикуете. Вот, ну не так. Ну зачем я это сделал? И всё равно у меня нет силы воли, я всё равно пойду это и сделаю. И каждый раз критикуете. Ну уж делайте, так уж не критикуйте себя за это, уж делайте без зазрения совести и всё. Потому что печень будет страдать. Вы всё равно это делаете, всё равно вы не можете никак изменить ситуацию, всё равно наступайте на те же грабли. Ну хоть наступайте, вот, я не знаю, с улыбкой, что ли. Вот, а не с критикой, виной, что я, например, не тем занимаюсь, постоянные мысли, да, а тем ли я занимаюсь, да, а нужно ли мне чем-то новым заниматься, а нужно ли мне вообще, не там что-то менять в жизни или не нужно. И вот всё время вот эти вот мысли. Муж транслирует, что ваш выбор всегда долежит на прошлом и на опыте, и в новый опыт, в новый выбор вы не хотите идти. То есть он как бы вам, понятно, это всё транслирует. Вопрос про вас, а если ещё вы меня зеркалите, то и про меня, конечно же. Вот, просто задайте себе лично вопрос. Не мужа сейчас трансформируете, а понаблюдайте за ним, как у него всё происходит, переосознание, переосмысление, как он выкарабкается, а может и не выкарабкается. Значит, время ему пришло уйти, трансформироваться в нового человека. Вот. А может быть, он осознает и захочет ещё задержаться здесь. Здесь вы не сможете его удержать, здесь не сможете ничего сделать. То есть если время есть, так оно и будет. Ну, так пришло, что всё, надо ему уходить, он уйдёт. Здесь только принять, отпустить, соответственно, не держаться ни за что. Понятно, родной человек тяжело, да, ну, как вообще, я отпущу. Там столько времени потратила, столько усилий потратила, столько энергии своей вложила, столько внимания, столько любви и готовила ему, и убиралась, и всегда думала, что переделается. А он не оправдал моих надежд, взял и ушёл, не изменился, ничем не помог. Вот это вот не надо. Надо отпустить, что побыл рядом со мной, я рядом с ним, мы друг другу показали, что-то отзеркалили и так далее. Просто его отпустить. Представьте, что его уже нет. Вот. Не надо лелеять себя надеждами, что что-то там будет. Надежды только гасят энергию. Любые надежды и ожидания, они только усугубляют любые ситуации. Вот вы отпустите и увидите, что уже уходить никому не надо. Вот. Вопрос только вот в вашем принятии. Как бы это вот больно не было. У меня мама очень долго пила. Просто у неё уже крыша ехала. У неё уже был совершенно... Ну, это уже человек был даже в трезвом виде, невменяемый. Минуты за столько лет не было свободного времени трезвого человека. Ну, там не только печёнка, там вообще уже всё. Я не знаю, как она выжила. И я в один момент поняла, что я её отпускаю. То есть её время, наверное, пришло. И я буду рада, если она умрёт. Я буду рада, что она отмучается. Она перестанет мучить меня. Я вообще рада, пьёт она или не пьёт. Короче, я её отпускаю. Не хочу иметь там ничего общего. Пускай она делает, что хочет. Я хочу заниматься своей жизнью. Я устала беспокоиться. Я уже на таком дне просто, это было давно, я на таком дне я перестала беспокоиться о маме. Меня как отпустило. Я проплакала всю ночь. Думаю, почему я раньше не могла? У меня прям, знаете, как будто груз души упал. Как будто облегчение такое. Вот насколько мне было тяжело нести эту ночь, чтобы постоянно беспокоиться. Я утром просыпалась с мыслями, а не убилась ли там мама? Каждый день она звонила и писала, у неё сегодня рак нашли. Завтра у неё там эпохоль мозга. Послезавтра она придумает себе цирроз печени. После-послезавтра ей выковали глаза. После-послезавтра она звонит, у неё сахарный диабет. Она каждый день жаловалась и требовала от меня бесконечного этого внимания, бесконечного сочувствия, бесконечной жалости. Она всё время вот это вот «ну дай мне жалость, ну пожалей меня, ну там то и всё». Я уже и не знала, как её уже вот просто. С утра до ночи у меня мысли были о ней, ну как же ей помочь там, что же ей сделать. Любые деньги, которые я переводила на большие долги квартирные, на какие-то ещё там, то она мне звонит, жалуется, что у неё, мы в разных кордах, там нога отваливается, хвост уже тоже, надо в больницу, и вот там денег нужно там на рентген или ещё что-нибудь. Я ей всё скидывала. Естественно, это всё пропивалось тут же махом. Вот я настолько намучилась, я говорю, я её отпустила. Я представила, что она умерла, и что её нет, спокойно стало. Настолько... Вот, на следующий день звонок от мамы трезвой. Я вообще попутала, я удивилась, думаю, ну как так? А она говорит, а я закодировалась. Вот уже сколько лет прошло? Много. Сколько много? Это был 13-й, наверное, год, 10 лет, наверное, да, 9-10. И она не каплю в рот. Они никого не осуждают, кто пьёт там, сама не пьёт. Никогда в компаниях, где пьющий уже не сидит, ей неинтересно. Она вдруг поумнела, у неё вообще, я не знаю, такое впечатление, когда я её увидела, мы стали общаться, как будто это не моя мама. Я всю жизнь её знала одной, и в какой-то момент как будто просто в её тело поселили другого человека. Это самый, вообще, я не знаю, прекрасный человек, настолько умный, настолько... Она во всём шарит, в конспирологии любой, короче, в вирусах там. Она такой знаток, вот любой инфы, какой ты хочешь, без гугла выдаст. Откуда она вот вообще? Я не понимаю. Она просто поменялась. У неё такие способности какие-то открылись, что она мне звонит и всё рассказывает про меня, как я прожила день. Она видит это всё, она слышит. У неё какое-то вот тонкое чувствование появилось. Сейчас даже сыроедеть со мной стало. У неё 5% только варёнки, 95% сырой пищи, постоянно каши, фрукты, овощи, орехи. Постоянно что-то такое, не знаю, миллион блюд готовит. Я ей блендер подарила, она такая счастливая. Сейчас нам столько рецептов выдумывает. У человека так жизнь поменялась, понимаете? И когда я отпустила, когда я сказала, всё. Просто рассказала на своём примере, блядком в горле просто стоит. Блин, как я мучилась, это просто жесть. Я не знала этой всей психологии 10 лет назад, я этим не занималась. Ну, вот так вот, как сейчас там, трансформация шаблонов, психосоматикой. У меня другие были видения мира, картины тоже со сверхъестественным. Я всегда видела, предчувствовала, знала. Я просто знаю, и всё, и почему не знает. А потом я начала разбираться, откуда я знаю вещи, о которых никто не может знать, и которые могут случиться. У меня очень много таких вот вещей было с детства. Но вот я вот этим не занималась. И я не знала, что можно вот так взять, отпустить, прожить этот страх ментальный, что человек умер, всё, ты его потерял. Как ты можешь вздохнуть спокойно? Как ты можешь жить теперь? Не беспокойся другом. Как бы ты поменял свою жизнь? Чем бы ты занимался? У меня такое вот переосмысление было, вот как по голове вот так вот просто ударили меня, как будто я вот утром проснулась и понимаю, что всё, с мамой надо завязывать. Потому что она меня сама в дурку доведёт просто. До такой степени дурдом происходило. Она мне звонила круглосуточно просто и ревела в трубку, лишь бы я какие-то деньги кинула на какое-то очередное лечение, просто чтобы они их пропили. И это вообще... И у неё постоянно, я на ей фотки отправлял, то разбитая голова, то глаз, то лицо, то она вся в синяках, а она пьяная там шатается, везде ударяется. Когда совсем белочка уже была, она там могла кидаться на собутыльников, реально, они её просто, ну как, отталкивают, что она пытается там глаза вырвать, чертей каких-то видит. Но это ужасно, честно, очень ужасно, когда такие картины видишь и живёшь в этом, это постоянный нервный срыв, вот бесконечные, панические атаки, нервный срыв, когда смотришь, ну ты дальше думаешь, ну пиздец, за что убей это всё? Так, сейчас. И вот у меня вот этот камень, он настолько у меня копился, долго, я просто постоянно в нервном напряжении жила, у меня бруксизм появился, вечно челюсти сжимать, я всегда злая, всегда в напряжении. И когда я приходила на массажи разные, сейчас мне 40, да, мне было 30, когда я маме, ну, сказала, всё, короче, позвонила ей, и сказала, не звони ты мне не мать, я тебя не знаю, живи своей жизнью, я просто тебя отпускаю. Причём это были не слова просто, понимаете, я это почувствовала, прям какой-то такой груз. И сказала, что я хочу жить своей жизнью, прям тяжело говорить. Я вздохнула, я как сейчас помню, блин, 10 лет назад, тело было, когда я ей звонила, высказала, тело было у меня настолько невесомым, что я ходила по улице и боялась отлететь от земли. Вот я просто, это было такое чувство, как будто, я не знаю, у меня тело нету. Я и так лёгкая, от ветра там сдувает, сейчас думаю, надо по-любому гире, потихоньку пихать. Вот, и вот на следующий день она позвонила, и закодировалась. хотя я ей говорила эти слова на эмоциях много раз, но здесь я по-настоящему прожила это, и сказала ей прям не в отчаянии, что да, всё, ты мне не мать, мне уже надоело, не звони. Это не просто были слова, я по-настоящему решила, больше, что она для меня не существует, я прошла с ней все уроки, и больше я не хочу, чтобы манипулировали мной, давили на жалость, всё время выпрашивали деньги, всё время, короче, обманывали, что только они делали. И я представила, и прожила опять 10 раз, возвращаясь в этот момент, как бы я жила, я себя представила, что я каждое утро просыпаюсь, улыбаюсь, счастливая, мне не надо ни о ком беспокоиться, вот этот груст на мне не висит, мне не тяжело, и я настолько вот прям хорошо себя чувствую, у меня в это время деньги пошли, у меня так взлетели, деньги, бизнес взлетел просто рекламный, у меня такие доходы пошли, ребята, вы просто не представляете, ну это очень большие суммы. У меня там обороты были, там с Яндексом, я работала по рекламному агентству, как раз по 100 миллионов, по 300 миллионов обороты, понятно, мой там процент, и это оборотка, что клиенты мои тратили на рекламу, ну это не мои деньги, которые я инвестировала, и естественно у меня доход был, просто это вот все началось, вот как раз таки с мамы, с отпускания, потому что вот это нервное напряжение, оно мне не давало даже заработать, оно мне не давало денег, я пахала, как волк, да, когда я зарабатывала, мне было есть что есть, мне было что там одеть, но я не шиковала тогда, ну все, все есть, вот все, что я хочу, но излишков там больших не было, и кстати, когда мама бросила пить, я сразу ее пригласила в Краснодар, она прилетела, мы пошли, сделали с ней правку Атланта, вот, я как раз купила машину, у меня как раз была куплена квартира, я, ну просто у меня все пошло вот как раз вот с этого момента, не, были еще до этого момента, когда я вообще там бизнес раскручивала, но именно вот там взлет такой, это было вот как раз с этого момента, когда я отпустила, так, давайте еще про печень немножко поговорим, а то я опять ушла в сторону, то есть получается, ты боишься двигаться вперед, жить неизвестности, не несешь какой-то груз, тяжелый, да, ну у тебя муж, понятно, ты за него ответственна, у тебя надо вытащить из себя эту ответственность, ты сама, глядя на него, да, он тебе зеркало показывает, боишься взять и поменять свои взгляды, поменять свои привычки, поменять свое там мировоззрение, успокоиться, расслабиться, тебе даже страшно на секунду расслабиться, вот по ощущениям, потому что у тебя груз большой, да, вот ты только хватку ослабил, он пойдет разобьется как будто, вот, то есть перемены для тебя, ну ты и сама написала вот в своем вопросе, что перемены для меня это страшно, вот как раз таки в них и надо идти, причем, ну во все стороны, в чувствах, в действиях, в работе и в отношениях, что все, чувак, ну я прощаюсь с тобой, да, и как это может обернуться, мы не знаем, он может уйти из твоей жизни навсегда, да, может выздороветь и просто поменяться сам, мы не знаем, как для тебя лучше, да, и ты, твое высшее я, оно знает, как будет для тебя лучше, конкретный исход, как эта ситуация решится, ты не должна выдумывать, ты должна просто отпустить и наблюдать, а что будет потом, что бы ни случилось, это для чего-то нужно, это хорошо, это опыт, и такой опыт, твоя душа и его пришли прожить, что там у вас будет дальше, просто наблюдай с интересом, и попробуй выдохнуть вот эту вот всю ситуацию. Так, у тебя страх, а что же будет, да, если сейчас его не станет, или что же будет, если он останется калекой, а что меня ждет, если там, мне придется за ним там ухаживать, а что будет, если он выздоровеет, и все будет классно, супер, блин, но кем я там буду манипулировать, допустим, или кого я буду жалеть, или еще что-нибудь, очень много вопросов, то есть тебе надо задать, откуда возникает страх, страх возникает, да, из мысли, а что будет, а что меня ждет, и начинаются вот эти вот ситуации у тебя проигрываются в голове. Тебе надо понять, что впереди будет все круто, классно, надо жить в моменте, мы все время говорим про этот момент здесь сейчас, выдохнуть, разрешить себе наслаждаться этой жизнью, да, вне зависимости, больные, хромые, умирающие, здоровые, там, радостные или депрессивные люди вокруг, то есть тебе, несмотря ни на что, потому что все трудности нас закаляют, все качели нас раскачивают именно для вот этого развития, чем труднее ситуация, да, тем сильнее ты становишься. Если ты будешь думать о завтра, что оно будет каким-то, плохим, безрадостным, да, или вообще, если ты будешь сейчас думать о завтра, завтра будет таким же плачевным, как и сегодняшний день, в котором ты в данный момент не хочешь жить, то есть ты не сегодня живешь, а завтрашним днем, то есть у тебя нет желания этот день проживать, да, у тебя думки о завтрашнем дне, да, как я выживу, как там мама, как там муж, как там дети, как там работа будет, что там со мной будет, и ты в этот момент, вот именно сегодня, не проживаешь и не фиксируешь своё внимание ни на себе, ни на чём, да, вот улетаешь просто. Если мы возьмём с точки зрения алкоголя, сейчас одну секунду подумаю, давай вот такой момент сейчас скажу. Печень точно так же, когда у неё там цирроз, когда у неё там, ну совсем от токсинов, ты пишешь, раздувает, вот, такая прям критическая точка, которой не хватает ни у тебя, ни у мужа, это чувство нехватки, вечной нехватки, ну то есть у тебя нехватка любви, нехватка внимания, нехватка заботы, нехватка времени, да, нехватка радости, нехватка вот этого свободного вдоха и выдоха, то есть ты прям не можешь свободно дышать, потому что у тебя больные люди вокруг в депрессии, да, отражающие же тебя, тебе это очень сложно. И, естественно, вот эта нехватка, когда мы фокусируемся на всём, чего у нас нет, не только материальном, у нас там нет машины, хочу, нет квартиры, хочу, нет каких-то чувств освобождения, хочу, хочу здоровья, хочу здорового мужа, хочу вечная вот эта нехватка, то есть мы фиксируем внимание не на достатке, да, нехватке, нехватка порождается и умножается постоянно в ещё большую нехватку, причём во всём, то есть как бы неважно, на что мы наблюдаем, на что смотрим, всё умножится в нехватку, то есть минус. И есть классное задание, все курсы начинают с этого, самое лёгкое и простое задание, на бесплатном тоже курсе, у меня такое есть. Записывай в тетрадку 100 пунктов, нет, вру, давай 1000 пунктов. Того, что ты имеешь на данный момент, возьми и запиши. Это очень важная практика, которая даст чувствовать тебе твоё изобилие, сместит фокус с нехватки на то, что уже есть. Это главное препятствие, вот эта твоя нехватка, которая не даёт тебе постоянно быть там в потоке, в ресурсе, вот в свободном, в лёгком состоянии. То есть включи интерес, увидеть, что уже вокруг, твой мир изобилен, прекрасен, там есть и такие чувства, и такие чувства, и такие действия, и такая сила, и такие блага, и вот такие вещи, и вот такие люди. То есть тебе нужно сесть и сместить свой фокус внимания на шаблон, с нехватки на шаблон, что всё хватает. Вот у меня есть, да, у меня есть, и начинай расписывать. Это упражнение вообще для всех людей, которые смотрят мои видео, а кто не смотрит, передайте им, что на чём мы фокусируемся, то мы и получаем. То есть мы должны жить из изобилия. Вот у тебя нехватка этой любви, да, начни фокусироваться, а где я могу увидеть любовь вокруг себя, где, в чём любовь, вот в чём, там, понятно, вот у меня отношения там с ребёнком, вот любовь, хорошо, а в чём ещё, что такое любовь, разберите, да. Каких чувств вам не хватает, внимания, да, какого внимания вам не хватает, а к себе какое внимание в последний раз, а где ваше внимание на то, что у вас есть, где ваше внимание на своих чувствах, где ваше внимание на том, ну, блин, а как это ещё по-другому объяснить? У меня есть, и всё, я должна фокусировать своё внимание всегда на любом изобилии. Изобилие каких чувств у меня есть, да, изобилие людей, которые у меня есть, изобилие ресурсов, которых у меня есть, инструментов. Каждый человек — это ресурс, инструмент тоже. Не тоже, а первый ресурс, инструмент — это человек. Всё сделано людьми, да, мы только вот пользуемся, сами лично, ну, ничего не делаем. Даже эфир этот я не смогла бы провести без просто миллиона человек. Одни делали телефон, другие там электричество, кто-то изобретал, кто-то в процессе там изготавливал что-то, там детальки какие-то, фон. Даже вот эту стенку строил, да, чтобы на фоне этой стены был, ну, был этот эфир. Кто-то эту кофту делал, кто-то придумал время, исчисление вот это вот, я сейчас смотрю, что на 26 минут, 26 минут наговорил. Вот, кто-то люстру делал, лампочки, в темноте бы меня не увидели. И весь мир поспособствовал, столько вот ресурсов вам дал. И вот печень, когда уже, ну, в совсем токсичном состоянии, да, это всё от нехватки. Если мы вернёмся к мужу, я ещё про алкоголь хотела немного рассказать. Когда он потерял бизнес, да, он потерял веру в себя, естественно, да. И злость на себя бесконечна, вот эта злоба и страхи, они все живут в печени. И он не смог оправиться. А как быстро, искусственно стать радостным? Ну, конечно, алкоголь. То есть искусственная радость. Выпил, забылся, не надо на себя злиться. То есть выгода алкоголя, да, я не злой, я добрый. Либо, ну, мне хорошо, и пофиг, что другим плохо, мне хорошо. Так вот, он вас учит выписать вот эти вот, вам надо сначала, моменты, что даёт алкоголь. Дальше. У меня, кстати, эфир есть, что даёт алкоголь. Посмотрите, ну, в Ютубе сложно будет найти. На канале Телеграм, в видеоканале можно набрать, ну, или хэштег, или по поиску слова алкоголь. Выйдут все видео. И у меня там очень прям хорошо по порядку расписано. Алкоголь там даёт чувство свободы, чувство радости, чувство такое. Вот вам этого и не хватает. Вот всё, что он пытался через алкоголь взять, вам это не хватает. Вот он пьёт, ему хорошо, и пофиг, что другим плохо. И вы так должны научиться у него выбирать себя, что мне сейчас хорошо, и пофиг, что другим будет плохо. Это их проблема. Они бы на моём пути со мной не резонировали, если бы им не нужен был этот опыт. Им нужен этот опыт. Они притянулись ко мне. То есть то, что им плохо, это их проблема, не мои. Они просто могут уйти с моего поля и не чувствовать это плохо. Но сначала я, сначала мне должно быть хорошо, а потом другим. У вас же тоже роли поменялись. Вы старались для мужа. Вам плохо, но лишь бы мужу было хорошо. Он бедный, несчастный, в депрессии. Это же классно получать любовь через жалость к себе. Это же классно получать любовь и внимание через то, что вы очень... Ну типа я же хорошая, я же готовлю кушать, терплю его, никуда не выгоняю, он в депрессии. Вот я его жалею, вот я такая спасательница. Это же приятно чувствовать, какая я молодец. Вот. А теперь подумайте, а как быть молодец для себя? Вот, ну не для других, да, для себя. Ну и подводя итоги этого видео, чувство нехватки заменить на изобилие и просто прописывать, я не знаю, возьмите каждый день привычку прописывать в тетрадке, тысячу у меня есть. Пока вы не начнёте автоматически вот это фиксировать. Во-вторых, простите себя за весь ваш опыт, который вы проходили, он вам нужен был. Следующим этапом отпустите вашего мужа с радостью в путь реинкарнации, или чтобы он был живой, здоровый, невредимый, или ещё что-то. Он получает свои уроки, ему надо эти уроки пройти. Вот вам нужно выдохнуть вот это вот всё и отпустить от сердца, да. При этом, самым неожиданным образом, если это действительно произойдёт, да, ему уже, как вашему Микки Маусу, да, как вашему отражению в зеркале, уходить не придётся. Ну, как правило, да, но есть и исключения, есть и исключения, когда это действительно не нужно ни вашей душе, ни его. Но мы-то о трансформациях с вами говорим. Вот, то есть, давайте эфир про алкоголь. Там есть шаблоны. Я пью, потому что мне хочется радости. Вот вам радости не хватает, да. А где её взять, если у вас беспокойство бесконечное, да? Вы работаете, а мужик потребляет. Он на вашей шее сидит, а вы терпите, чтобы быть хорошей спасательницей. Может, вы уже и рады, чтобы он свалил, да? Ну, жалко же выкинуть. Так, у меня, сори, телефон сел. То есть, вы бы и рады, может быть, да, уже избавиться от всего вот этого. Ну, не можете. Ну, как, я же не выкину его на улицу. Ну, правильно, да, ну, невозможно. Ну, хотя бы вот здесь, в голове, избавиться. Не знаю, что ещё добавить. Давайте просто эфир про алкоголь, который я уже, ну, там много раз записывала, там, с разными интерпретациями. Там тоже будет для вас много ответов, очень-очень классных. Вот. То есть, ещё что я могу, кстати, про печень сказать. Жалобы, придирчивость. Очень много держишь в себе, как и твой милый. Не умеешь выражать свои эмоции. А если выражаешь, то потом включаешь самокритику. Вы, блин, не надо было так говорить. Ой, не надо было так действовать. Ну, то есть, критично очень. И чувство вины постоянно, неважно за что. За действия, за проявления. Вот, это тоже печень. Стыд надо прорабатывать. Тоже на видеоканале набери слово «стыд». И пускай у тебя там выйдут, у меня есть и статьи про стыд, канал статей. И про критику есть канал статей, и видео тоже по трансформации стыда и критики. Так, ты всё время злишься на себя, на людей. Тебе страшно что-то потерять. Хотя в этой жизни потерять ничего нельзя, кроме себя. Ты держишься за выдох, который надо выпустить, чтобы вдохнуть в себя жизнь. То есть, ты хочешь жить, да, но не выпускаешь. Чтобы вдох сделать, надо выдохнуть, а ты держишься за этот выдох. Ну, что, типа, блин, последний. Сейчас последний выдох отдам, и всё. А вдруг потом не вдохнул. Ну, так не получится. Ну, это как на уровне чувств. А вы знаете, где вы так поступаете? Вот, то есть, если не нужны проблемы со здоровьем и деньгами, тебе надо научиться всё легко отпускать. Я на маме научилась отпускать всё легко. Вот, ну, всё. Вот уже больше, вот хуже некуда просто. Я уже ни за что не держусь. Ну, невозможно держаться. Всё, что нужно, уйдёт. Вот, если я буду держаться, насильно отберут. Вот, прям насильно. Жизнь отберёт, болезнь отберёт, вор отберёт, что угодно. Налоговый отберёт, если насильно за что-то держаться. Также нужно легко всё принимать. Все ресурсы, благодарности и критику. Где вот там себя подкорректировать, например, чтобы добиться каких-то там целей. Вот. Что мы можем принимать? Комплименты можем принимать, подарки любые от судьбы. Они могут больными быть, эти подарки. Да, вот, например, муж — это подарок судьбы. Пройти колоссальный опыт, из которого ты выйдешь победителем рано или поздно. Всё равно ты решишь эту задачу. И это отложится, да, отпечатком на всю твою жизнь, где тебе легко будет. Ну, на многие вещи проще смотреть. Также перестань играть в хорошесть. Я прям текстом написала, сейчас цитирую то, что не дочитала, прям жирными буквами. Перестань быть хорошей для других. Сначала стань для себя. Но вот когда вот эта доброта в тебе есть, да, ты ей делишься, не задумываясь, и она, как тебе сказать, она внедряется во все других. Они настолько чувствуют вот это вот. Всё без твоего, собственно, напряга. Вот это вот специально не нужно. Чем больше ты попытаешься выпитить свою хорошесть, тем больше люди увидят прямо противоположное, какая ты ни хрена нехорошая, и найдут за что зацепиться. Вот представьте, у нас у каждой дуальности, противоположности. Мы уже с вами много в эфиров об этом говорили. Все противоположные вещи – это две стороны одной медали. Ну, есть ещё ребро. Там может быть и третья сторона, и четвёртая, и пятая. В общем, две противоположные стороны, и там хорошо-плохо. Вот мы сейчас про хорошо-плохо говорим, да? Они одинаковые. Не может быть диаметр монеты с одной стороны 20 сантиметров, а с другой – один сантиметр. Ну, не может. У нас это всё прямо пропорционально. И насколько ты хороший, ну, настолько ты хреновый просто. Насколько ты добрый, настолько ты и злой. Не может быть, чтобы одна сторона была больше, а другая – меньше. Не получится так, чтобы… Вот это вот хороший человек, сказать о нём. Он на 50, ну, на 100 и 100 процентов одинаковый с противоположной стороны. Вопрос, что нету сторон лучше или нет стороны хуже. Эти обе стороны, они нейтральны. Это единое, это целое. И наша задача, да, наблюдая все эти стороны, правильно их с пользой использовать для того, чтобы этот мир весь был счастливым, вы были счастливы для того, чтобы пользу приносить себе и миру. Все стороны нужно использовать. Нету плохой, нету хорошей. Просто привыкли одну сторону использовать, ну, там, во вред, другую пользу. Считаете, ну, что вот это, типа, не нужна сторона, я её буду прятать. Вот я такая вся хорошая, а плохой я себя запрячу. А вот эта плохая сторона, да, имеет ресурса очень-очень много. Вот ваша хорошесть, там, на диаметр, там, 5 сантиметров, допустим, а вы из себя раздуваете, как будто вы на 50 сантиметров хорошая, понимаете? То есть вы раздуваете мыльный пузырь вот этот вот. Но ваша плохая сторона, да, то, что вы нехорошая, имеет также диаметр 5 сантиметров. И где можно быть нехорошей? Вот где? Ну, например, не давать манипуляторам себя в биду. Да, я нехорошая, я отстаю свои границы, но для себя-то я хорошая. Я же люблю себя, я же ценю себя, я же уважаю себя, да. А как я могу дать себя побить, оскорбить или ещё что-то? Я своего дракона, кошку там, не знаю, драную вытащу, как глаза выцарапаю. То есть я всегда отстаю к границе. Пускай я буду для других плохая, но это их проблемы, не мои. Они заштупились-то, на то напросились. Я для себя должна всегда оставаться, допустим, хорошей, но я буду для других плохой. Когда вы для других хороша, часто, да, на горло себе наступаете. Я же хорошая, во вред себе. Вот. И разница есть, да. Быть хорошим и казаться. Когда мы одну сторону отрицаем, например, 5 сантиметров диаметра и 5, мы одну сторону отрицаем, что я неплохая. Не может быть такого, я неплохая. И вот эта сторона с диаметром 5 сантиметров вырастает до 10. Ну, то есть с той стороны, типа, мы забрали, и мы теперь хорошие на 10 сантиметров. Но это мыльный пузырь, опять же, говорю. Вам просто, ну, кажется, что вы для всех показываете себя на всю катушку мощность всей этой медали, что она вся хорошая, эта медаль. А люди видят подвох. Они видят, что тут всего лишь 50% правды и 50% лжи. А для людей даже ложка дегтя в бочке меда уже испортит весь мед. Понимаете? И вы, когда пытаетесь одну сторону свою выпячивать, вы, ну, другую засунули, ресурсами этими не пользуетесь, а эти ресурсы нужны для достижения ваших желаний. Вы еще показываете всю свою живость. На вас смотрят, как бы вы ни маскировались, они чувствуют, насколько вы им неприятны. В школе вспомните изгоев. Самые тихие, самые правильные, самые там отличницы, отличники. Они были изгоями, их терпеть не могли, да? За что? Почему? И они все время задаются таким вопросом. Ну, я же такой хороший, я добрый, я молчу, не задираю. Почему меня не любят? А вот этих бандитов любят. Ну, потому что они настоящие, понимаете? Они две стороны показывают одинаково. Где надо, они плохие, используют это. Где надо, они хорошие, используют это. А не просто вот, я хорошая. Так вот, печень, это признак того, что, блин, я хороший, вот все, вот все остальное, короче, не про меня. Так, ну, это не только с печенью, это и желчный. Проблема с печенью, это проблема с желчным, сто процентов. Еще и с ним. Ну, если проблема с алкоголем, там вообще все органы просто в ауте. Не может такого быть, чтобы ты пил алкоголь или пил кока-колу, там химические продукты, ел там откровенный химическую там шоколадку какую-то каждый день. Не может быть, чтобы у тебя хоть какой-то один орган был здоровый, потому что все взаимосвязано. Печень не смогла справиться, да, она дала дополнительную нагрузку на все остальные органы. Те дополнительные нагрузки точно так же страдают, точно так же болеют, что-то еще начинает сбоить, он перекладывает нагрузку на остальные органы. У нас система, причем система, которая замкнута сама на себе, которая тянет за собой все. Заболела печень у него, там, наверное, если проверить, и все, капец, разрушено. Точно так же с шаблонами. Есть вот этот шаблон хорошести. Все остальные шаблоны, ну, таким же образом, выпеченный не в ту сторону, как сказать, выпячивание идет какой-то одной стороны. Все одно цепляет. То есть наш весь мозг где-то там потерялся в каком-то маленьком ключике, там, не знаю, гвоздики. Вот система часов мне приходит, винтики, шестеренки. Одна просто заглючила шестеренка, да, все часы встали, все заглючила. И вот у нас то же самое. С одним шаблоном каким-то заглючила, например, печень, это хорошесть, непризнание себя плохим, показать себя страшно, да. У нас весь мозг заглючил. У нас страдают, ну, все наши знания, все наши действия, все наши чувства, все страдает, потому что везде все встает. Причем неважно, с какой стороны поломка. Можно, конечно, вот с этого начать. Это вот, наверное, основа, да, вот с гневом, раздражением поработать с этим. Так, разрешить себе чувства, разрешить себе гневаться, разрешить себе раздражаться, да, когда надо, на пользу. Не раздражительным быть. Это унылый чувак вообще, просто без энергии. Вот. Вот, помочь нам таким, как минимум, улыбнуться. А разрешить себе раздражаться в те моменты, да, где это следует, действительно, где это следует. Ну, подумать, ну, где это можем сделать. Не без повода, как многие делают. Тут у них шестеренка одна встала какая-то, вот. И они везде используют свое раздражение, везде гнев используют, где надо или где не надо. Наша задача – научиться каждое слово, каждое чувство все использовать, используй в моменте, да, в наилучшее время, в наилучшем месте. Так, еще проблема с деньгами, с печенью, с отношениями. Раздражают близкие люди, как будто все против тебя. Ну, вот, у него проблема с печенью. Его все раздражает, его раздражают близкие. Тебя раздражает он, ты его просто бесишь. Вот. И вот вы так друг друга зеркалите. И он испытывает глубочайшее чувство одиночества. И, естественно, ну, закрытый, да, закрылся, и в алкоголе только открылся. И у тебя это чувство одиночества, которое он тебе показывает, тоже надо прорабатывать. Тебе надо научиться любить чувство одиночества, быть одной, но при этом быть всегда в социализации, ну, и кайфовать и одной. То есть, без разницы, есть люди, нет, я всегда в ровном состоянии. Так. То есть, а у тебя так, вокруг людей полно, а ты чувствуешь себя одиноко. Я сейчас это говорю. Такая, наверное, скупая слеза у меня выползет. У меня всегда так. Я тоже всегда в толпе чувствую себя одиноко. Как будто мне вообще люди лишние, не по пути просто с ними. Вот. Но мне одной вообще по кайфу, если честно. Жалость к себе надо проработать. Вот. То есть, что нужно сделать? Расслабиться. Это выход из любых ситуаций, из любых проблем. Расслабиться. Вот. Борьба напряжения и попытки что-то решать, ну, только усугубляют всегда положение, только усиливают напряжение. То есть, чем больше ты напрягаешься, тем сильнее все напрягается вокруг тебя и ты, и это все по накатанной, по накатанной, как маховое колесо, вот так просто или как там снежный ком наворачивается. Поэтому расслабляемся через размышления о шаблонах мышления. Шаблоны стыд, злость, гнев, одиночество, страхи, вот эти вот твои перемены. Вот эти надо шаблоны все трансформировать. Еще выписать шаблоны, которые вот у меня есть видео про алкоголь. Обязательно посмотрите видяшки про алкоголь. Так. Любая остановка вовне, когда мы не двигаемся в новое, ну печень, это все про новое, печень про фильтрацию, печень про работу всех органов тоже. Когда мы не двигаемся и останавливаемся, вот любая болезнь это причина нашей остановки. Здесь ты лично остановилась в новизне, в переменах, в отпускании. Тебе надо отпустить ситуацию человека, отпустить, что ты можешь быть плохой, не обязательно быть только хорошей. Ты имеешь право выбрать себя, тебе не обязательно спасать других. Тебе не надо быть хорошей. Вернее, тебе не надо спасать других, чтобы быть хорошей. Как раз таки не спасая других, ты будешь хорошей. Дашь им свой опыт пройти, который ты у них спасательством отбираешь. Потому что это бесконечно. Ты будешь человека пилить, лечить, исцелять через себя, через него, лишь бы избавился от алкоголя или лишь бы там он избавился от своей болезни. А он всё равно будет это делать до тех пор, пока ты не осознаешь, что не за ним надо следить, а за собой максимально, как прожить расслабленно и счастливо этот день, как минимум, чтобы уже реальность начала разворачиваться. Ещё раз пересмотри эфир, потому что много я о чём сказала, особенно сделаю упражнение «мне не хватает вот это вот убрать из своей жизни, а у меня есть и тысячу минимум каждый день шпарь хотя бы». Да, я понимаю сейчас такая критичная ситуация. У тебя родной человек лежит в больнице или, можно сказать, там помирает, всё. Даже, ну, как бы другими словами-то не сказать. А ты тут хера мантией будешь заниматься. Но вот именно сначала релакс, сначала спокойствие, потом наблюдаем. Интересно, как сейчас развернутся события, придут какие-то знания, да, придёт осознание, что-то переключится. Мне интересно понаблюдать, какие на лучшие варианты сейчас со мной случатся, да. Какая вообще сила сейчас мне там, не знаю, поможет. Мне интересно, как это сейчас всё решится, разрулиться. То есть ты уже дошла до этой точки, просто дна, да, от которого надо вот отталкиваться и понаблюдать это интересное кино. Как сейчас всё закрутится. Уже пик просто этого кино, да, уже надо к завершению идти. Вот, а мы всё в борьбе, в напряжении, в попытках вот это всё усугубить решениями какими-то. просто сначала расслабиться, да, я спокойно понаблюдаю. Я не буду ничего делать, не предпринимать ничего, я просто понаблюдаю. И прям выдохни это всё. Пересмотри опять начало эфира с мамой, как я выдохнула. Вот тебе надо почувствовать вот этот груз, который ты с себя должна снять. Так, я надеюсь, этот эфир был полезный, ну, не только Ульяне, да, ну и всем, кто смотрел. Я же сама в таких чувствах после него просто, боже, мне кажется, хочется ещё пересмотреть этот теперь эфир свой собственный. Вот, если вы смотрите на YouTube, комментируйте, пожалуйста, это может как-то продвигать мои видео. Мне особо этого не надо, но, может, другим людям это поможет. Всё равно доходов там на YouTube нету. Ну, как бы, смотрите и смотрите. Другой вопрос, что как больше счастливее людей станет вокруг нас? Ну, вот это интересно. Делитесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои видео, которые там выходят. Эфиры, которые, кстати, вот был вопрос, эфиры, которые я перестала вести в Instagram, ну, потому что он не грузит ни хрена. У меня ещё хорошо, да, идёт, а в России, ну, мало у кого он грузит, никто не может досмотреть эфир, и там 10-20 человек выходит. Ну, или, пожалуйста, сохрани эфир, мы на YouTube посмотрим или в Telegram. Я говорю, хорошо. Начала эфиры вести в Telegram-канале. Качество просто ужасное. Картинка настолько размыта, звук настолько ужасный. Я себя не могу разглядеть даже в видео и понять, что я там говорю. Так, всё фонит. Вот. Эфиры, конечно, классно, когда вот есть с вами связь, и я как будто вот прям с вами в комнате нахожусь, прям чувство, ощущая это прям материально так, плотная такая структура вокруг меня, как будто, не знаю, за ручки с вами держусь, вот как будто вот вы рядом. И читая ваши сообщения, да, и меня вот прям прёт. Одной, честно, мне вот эти эфиры, ответ на вопрос очень тяжело даются, ну вот просто, ну очень. Это мне надо разогреться, да, как-то войти в этот поток, чтобы что-то рассказывать. Ну это прям, ну пипец. Как будто вот не идёт и всё. Вот. Ну сегодня я, конечно, постаралась максимально искренне сказать, ну что хотела сказать. И надеюсь, чуя вот поразит слово у меня. Чё? Поразит. Надеюсь слово поразит. Зачем я его говорю? Я знаю. Всё вот так вот я буду говорить. Вообще надо над своими привычками постоянно работать. Я меняю. Меняю привычки. Стараюсь всегда. Не всё получается гладко. Записывать надо записочки. Вот слова поразиты, которые... Это наши шаблоны. Очень так... Прям влияют. Слово прям дурацкое моё. Надо всё заменять. Ладно, целую. Пока.